Всем привет! Сегодня повторяем три блюда из мультиков. Заранее ставьте свой царский лайк. Поехали! И первое это Мапо Тофу из аниме Повар Боец Сома. Ставим сотейник на плиту и вливаем 500 мл воды. Когда она закипела, открываем и бросаем кубик свиного бульона. Перемешиваем, пока не растворится. Сюда же бросаем 4 зубчика чеснока, а также срезаем 3 пластинки имбиря. Ну и последние 2 столовых ложки приправы карри. Варим все это 5 минут. И через сито выливаем в какую-нибудь формочку. Ставим в морозилку. А пока мелко крошим зеленый лук. Ставим сковородку на плиту и выливаем кунжутное масло. Отправляем зеленый лук на сковородку. Сюда же немного свиного фарша. И все это обжариваем. Также берем сыр тофу. И половину нарезаем на кубики. Также нужен чеснок и имбирь. Имбирь нарезаем очень мелко. А чеснок раздавливаем. И тоже шинкуем. Сбрасываем в сковородку. Вливаем соевый соус. Столовая ложка бобовой пасты до бадзян. Сами бобы. Анчо, чили, перец. Все это перемешиваем. И вливаем пол-литра куриного бульона. Также добавляем наш сыр тофу. Немного крахмала, разведенного в воде. Ну и добавили немного красного красителя, чтобы блюдо было прям как в аниме. Также нужно сварить лапшу удон. После чего сливаем лишнюю воду. Промываем под потоком холодной воды. И на дно миски. Сверху мапа тофу. Но это еще не все. В миску отправляем свиной фарш. Берем ступку. И сбрасываем в нее звездочку бадьяна. Гвоздику. Фенхель. Корицу. Ну и перец анчо-чили. Все это перетираем. Высыпаем специи сверху на фарш. Также солим. Перчим. И замешиваем все рукой. Наш бульон уже замерз, поэтому достаем его. И облепливаем свиным фаршем. Чтоб получился вот такой шарик. Посыпаем его мукой. И обваливаем, чтобы она налитла со всех сторон. Отправляем его во фритюр. И доводим до золотистости. Дальше перекладываем на решетку. И доготавливаем в духовке. Все, выкладываем наш мясной шарик на тарелку. Посыпаем зеленым лучком. И мапу тофу из аниме повар-боец Сома готово. Давайте же попробуем. Мапу тофу с лапшой это очень вкусно. А свиной фарш с бульоном еще вкуснее. Кстати, кто смотрит аниме, напишите в комментариях свое любимое. Может и из них что-нибудь приготовим. Для следующих роликов мне нужен будет слайсер. И сейчас самое время добавить его в корзину. Ведь с 21 по 25 июня Алиэкспресс запускает летнюю распродажу со скидками до 70%. А те, кто совершит покупку в этот период вместе с Letyshops, могут выиграть 5 призов по 1000 долларов. Но, если на Алике вы накупили на сумму больше чем 50 долларов, то есть шанс урвать главный приз 5000 долларов. Напоминаю схему работы с Letyshops. Заходите на сайт, либо скачивайте приложение. Активируйте кэшбэк на главной странице и вперед за покупками. Но активация действует всего пару часов и их количество ограничено. Во время этой распродажи Letyshops увеличивает кэшбэк в 3 раза. То есть, если в обычное время он до 5%, то сейчас будет до 15%. Поэтому не упустите возможность максимально дешево закупиться. Ссылка на Letyshops в описании. В одной из серий мультфильма Spongebob Squarepants из трех видов мороженого Губка Боб сделал молочный коктейль. Который очень понравился посетителям Красти Краба. Давайте же сделаем этот коктейль. Прежде всего устанавливаем блендер. Набираем целую столовую ложку ягодного мороженого. И сбрасываем в блендер. А также лимонно-шоколадное мороженое 2 ложки. Отправляем туда же. Заливаем их молоком. Накрываем крышкой. И остается только включить. Снимаем блендер и наполняем стакан молочным коктейлем. Сверху делаем шапку из взбитых сливок. Соломинка. Ну и вишенка сверху. Все, коктейль Губки Боба мы повторили. Любой из вас может с легкостью повторить все это дома. А на вкус это офигенно вкусно. Одновременно сладкий и холодный от мороженого коктейль. И третье блюдо из того же мультика. Это Чам на палочке, который готовил планктон в своем ресторане Чам Бакет. Ну и из чего же он состоит, что его так ненавидят все рыбы Бикини Ботома? А я скажу из чего. Из рыбных голов и остатков. Но мы хотим, чтобы в нашем исполнении Чам был съедобным. Поэтому купили вот такого 5 килограммового судака. Первым делом нужно избавиться от головы. Лопаем пузырь внутри живота. И идем ножом вдоль хребта, прорезая ребра. И так доходим до самого конца. Половину сняли. С другой стороны повторяем все то же самое. И получаем два куска. Срезаем ребра. И с наших филешек снимаем кожицу. Просто прижимаем нож к доске. Готово. Также нужен кусочек красной рыбы. Чтоб вкус был интереснее. Снимаем его с кожи. И нарезаем мелким кубиком. Чтоб красная рыба чувствовалась в конечном блюде. Перекладываем все это в миску. Филе судака разрезаем по вот этим линиям. И нарезаем на куски поменьше. Готово. Во всех этих кубиках рыбы нет ни одной косточки. Поэтому сбрасываем всю мясорубку. Подставляем миску и перемалываем. Для того чтоб чамы были сочными нужно сало. Буквально небольшой кусочек. Тоже отправляем в мясорубку. Две луковицы разрезаем напополам. И очень мелко шинкуем. Должны получиться максимально мелкие кусочки. Перекладываем лук в миску. Ну и чтоб потом все это хорошо держало форму, добавляем куриное филе. Оно нейтральное и не будет мешать рыбе. Также кориандр. Свежий молотый перец. Ну и соль. Остается только все это хорошенько перемешать. До однородности. В сковородку выливаем две бутылки масла. И ставим разогреваться. А пока набираем фарш в руку. Надеваем его на палочку. И распределяем. Чтоб по форме это было похоже на чам в мультике. Готово. И отправляем обжариваться во фрикюр. До золотистого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца, чтоб лишний жир стек. Таким образом лепим и обжариваем чамы до тех пор, пока фарш не закончится. Готово. Но еще не все. Потому что по цвету они гораздо светлее, чем то, что было в мультике. Поэтому макаем кисточку в соус Джек Дэниелс. И смазываем им чам на палочке. После чего выкладываем на противень. Повторяем процедуру с каждым чамом. Остается их только отправить в духовку. И минут через 10 они готовы. Вот теперь это реально похоже на чам на палочке. Мы разрисовали ведро в виде ресторана Планктона. И теперь вставляем в него чамы на палочке. По-моему получилось отлично. Ну а теперь пробуем. Да, это вкусно. Особенно сладкая корочка снаружи. Ну и чувствуются кусочки красной рыбы. А если вы хотите, чтобы мы еще приготовили еду из мультиков, фильмов или аниме, то ставьте лайки. Как только наберется 250 тысяч лайков, начинаем съемки следующей серии. Тут мои хорошие знакомые запустили крутое шоу для настоящих меломанов. Но беда, просмотры не идут, люди не подписываются и шоу на грани закрытия. Мы с родителями очень хотели поучаствовать, но теперь не факт. Режиссер пообещал позвать нас, когда на этом видео будет 500 тысяч, а на канале 200 тысяч. Поэтому вся надежда на вас. Переходите прямо вот сюда, смотрите выпуск и подписывайтесь. Заранее большое спасибо. Также подписывайтесь на канал и делитесь роликом со своими друзьями. Всем пока.